Да, и вот снова мы с вами, друзья. Я хочу спросить Романа Газенко. О чём я хотел спросить, я вот забыл. Ой, мы до этого с тобой перебрались только тем, что надо было, конечно, камеру включать. Но вот сейчас, мне кажется, что всем будет интересно, поскольку мы сопрягаем с Хасаем нейрофизиологию с нейролингвистикой, мне кажется, что было бы не безинтересно приоткрыть вам завесу того, о чём мы разговариваем до момента включения камеры. И, видимо, признаемся, да, уже под протокол. Мы озаботились вопросом, почему дети капризничают и как к этому относиться. Почему не надо давать, прежде всего, негативных оценок такому поведению детей. Да, извини, Роман, как раз таки и картина «Берегиня». Да, вот она с ребёночком, вот так это у нас совпадает. И я кратко суммирую, что мы говорим. Мы обнаружили интересную вещь, что, видимо, пока в качестве гипотезы существует два сценария капризов у мальчиков и, соответственно, у девочек. Вот мальчики капризничают по сценарию «я не хочу», а девочки капризничают по сценарию «я хочу». При этом ещё ножкой топают. Очень интересно, да? Вот компенсируют это внутреннее напряжение, усиливают это «я хочу». Происходит, в принципе, очень интересный процесс. Дело в том, что с полутора лет ребёнок начинает обретать личность или лицо. Причём лицо, в том числе и в грамматическом выражении, то есть первое лицо. До этого момента ребёнок о себе говорит «он» в третьем лице. Он нейтральный. А он начинает обретать личность и говорить «я», то есть в первом лице, внимание, грамматика, как она связана с психологией и с психикой, у него в этот момент начинается бурное развитие той самой второй сигнальной системы, то есть сознания. Не подсознание, а сознание. Грубо говоря, из зверёныша он начинает превращаться в человека, и превращение в человека, оно как раз сопрягается с самоидентификацией. Прошу прощения. Да, нам будет постоянно звонить, чтобы не обращать внимание на стресс-фактор, при котором мы учимся не обращать внимание на стресс. Человек вдруг обретает первое лицо «я». Он начинает говорить «я», и для того, чтобы почувствовать себя, он начинает вступать в определённый конфликт с окружающей средой, когда родители или кто-то из старших, уже обладающих этим «я» в его представлении, субъектностью, личностью, начинает навязывать ему какое-то решение или управлять им, ребёнок неосознанно может начать противиться даже тому, что, в принципе, ему полезно и даже может быть хочется. Я имею в виду мальчика. И он начинает говорить «нет». Вот это «нет» — это обретение границы своего «я». Вот через это «нет» он учится ощущать себя как личность. Он начинает ощупывать внешние контуры. А вот девочка «я» — это «я хочу». «Я хочу». «Я хочу куклу», «Я хочу гулять», хотя и у девочек бывает. «Я хочу красную ленту, но при этом не хочу синюю». Вот девочки, они как-то более рельефно ощущают собственную личность на этом, как минимум, на этом этапе развития. Вот такой мыслью поделился. А что при этом родители должны делать, если мальчик говорит «нет, не хочу». Он хочет себя, как говорится, почувствовать. Но это уже, как говорится, методика воспитания. Мы об этом потом поговорим. Я думаю, да. И я думаю, что мы тех, кто нас сейчас смотрит и слушает, я бы предпочел посоветоваться с людьми. Большинство из нас родители проанализировать наши реакции как минимум, чтобы я посоветовал, избежать стресса от такого поведения ребёнка по методу ключ. Вот привести себя сначала в нулевое состояние. И оно, видимо, должно подсказать точно… И в этом нулевом состоянии можно перетрансформироваться в отношении к капризам ребёнка. Абсолютно верно. Например, выйти на нулевое состояние, на состояние безмятежности и помечтать о том, что всякий раз, когда ребёнок будет капризничать, надо вспомнить, что он ребёнок, что надо к нему отнестись внимательно. А вот попробуй отнестись ко мне как к ребёнку, мне полтора или три годика, и я говорю, не хочу я есть этот бутерброд. Я не буду есть этот бутерброд, в нём какие-то дырочки. Не буду есть. А я буду раздражаться, конечно, конечно. Потому что если я не выспался, если у меня сил не хватает, если я не восстановился несколько раз с помощью разгрузки этого мозгового санатория, то у меня сил не хватает, и тогда у нас возникает лобовое столкновение. А что сделать, чтобы этого не было? Надо время от времени делать разгрузку и восстанавливаться. Да, но об этом надо посмотреть, ещё есть там у нас ролики на YouTube-канале, разгрузка. И вообще надо всем посмотреть, кто ещё не видел, целебный ролик, он так и называется, целебный ролик. И я искренне хотел бы попросить, опять же, вашего совета, я трижды папа, как поступать с ребёнком, когда он начинает капризничать, когда он бессознательно вводит себя в это квази-стрессовое состояние. И мама вот маленького совсем ребёночка покачивает, потому что она ищет ритм синхронный с его текущим состоянием напряжения и подбирает ему частоту покачивания. А разгрузка у нас на этом не подбирает. А вот теперь я тебя перебью, мой дорогой. Я буквально два часа назад, ну, был повод, пересматривал мой фильм давнишний о Ноне Мордюковой, называется он «Неукротимый», я снимал его для Первого канала, и я застал её в живых, уже в достаточно тяжёлом состоянии. И она рассказала, что поскольку она оказалась старшим ребёнком в семье, мама у неё работала в соседнем колхозе, руководила соседним колхозом, а папа был постоянно на военных сборах, и у неё привычка качать младших осталась, когда она произнесла интересную фразу. Я когда сидела в президиумах всяких, а ей было страшно – это дискомфортно. Я ловила себя на ощущение, что я сижу и снова качаю ребёнка. Понятно, что она его не качала на съёмках, но я думаю, я предполагаю, и более того, я абсолютно уверен, что она таким образом по методу ключ интуитивно снимала напряжение. – Инстинктивно, инстинктивно. – Да. – А мы занимаемся тем, чтобы вы это делали осознанно, как упражнение. – Например, у нас волна, волна ключевая основана на этом, на покачивании, и переживать в этот момент. И в этот момент получается через несколько минут, что вы выходите на состояние безмятежности, и если вы несколько раз так делаете, то у вас появляется навык. Вы потом можете снимать лишнее напряжение небольшим внутренним покачиванием, или ещё там мы расскажем, покажем. – Хасейдар, слушай, это действительно так. Я сейчас вспомнил свои ощущения, когда ребёнок плакал, и я его качал. Я не могу сказать, кто кого успокаивал таким образом. – А вот интересно, кошка сидит на краю одеяла и покачивается. – Это такой общий закон природы. Повторяемые движения снимают напряжение. Так что вот, друзья, тогда до следующей встречи, да, Роман? – Да. – И мы потом расскажем, как девочки, да, ещё больше расскажем. – И послушаем наших зрителей. – Да. И вообще же интересно, напишите, пожалуйста, комменты, как вы считаете правильно то, что мы делаем сейчас, когда на нас обрушивают, что мальчики и девочки вообще не отличаются друг от друга. Мы с Романом берём и говорим, ну, есть же физиология, есть же природа. Правильно мы это делаем или нет? – Да, пожалуйста. – До встречи, друзья. – Счастливо.